Ребята, всем привет! Добро пожаловать в новый блог правильного питания. Я с каждым блогом всё ближе и ближе пододвигаюсь к окну, потому что, мне кажется, я живу в каком-то подземелье. Ну, а мы, самочка, пойдём сейчас, сделаем завтрак. Посмотрите на эту блоху, она не может усидеть на месте. Ты чё не можешь усидеть на месте? Кстати, расскажу вам быстренько, ну, очень смешную историю. Я как-то по телефону разговаривала с брендом, с серьёзным, довольно серьёзным брендом, насчёт коллаборации. И мы что-то обсуждали с ними, и Эмка рядом ходит, знаете, по дивану, по верхней части дивана. Я сижу здесь, разговариваю, всё так серьёзно. И тут она подходит ко мне сбоку и делает затяжную громкую отрыжку прямо в телефон. В этот момент я разговариваю с людьми. И вот скажите мне, как я должна объяснить людям, что это была собака? Это была не я, это была собака. И просто в этот момент такая пауза. Я просто сдерживаюсь, чтобы просто... Я вся в слезах от смеха. Я просто сдерживаюсь, чтобы не заржать просто в голос. Там на той стороне телефона тоже, видимо, там... Сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. Но, в общем, это было очень смешно. Короче, Эмма любит меня иногда подставить. Ладно, пойдёмте готовить завтрак. Я весь ноябрь хожу просто со скрещенными пальчиками, чтобы просто не слечь и не заболеть. Ноябрь, октябрь, когда все болеют, когда все в метро пчихают, кашляют. Я, кстати, не спускалась в метро где-то год. Реально год я не была в метро. И последний раз, когда я там была, это был прошлый ноябрь. Может, кто из вас помнит, я как раз тогда снимала влог, когда я очень сильно заболела. Я реально подцепила какой-то вирус. Я помню, что мы с Димой не спали 5 ночей, потому что я так сильно кашляла. Каждые 20 секунд, по-моему. И знаете, такой кашель именно 3 раза подряд. Удушающе. Я не могла спать. Я уже просто была настолько истощена. Был момент, что мы ночью хотели звонить в скорую. Потому что меня забирали на стационар. Вообще, блин, взрослую бабу. 27-летнюю. Реально было очень стрёмно как-то. Я несколько дней ходила в клинику делать ингаляцию, чтобы мне стало легче. Это была какая-то жесть. Но в этом году я перестраховалась, чтобы в следующий раз такого не было. И мне не пришлось ходить в какую-то клинику, делать ингаляцию. Это было прям жесть как неудобно. Особенно, когда ты болеешь. И дорогостоящее, кстати говоря. У нас с Димой дома появился вот такой компактный ингалятор. Это бренд BeWell Med 121. И в этом маленьком мешочке помещается полноценный и современный ингалятор для домашнего использования всей вашей семьей. Аппарат подключается к сети 220 вольт. В колбу вливаете немного вашего лекарства. Подключаете воздушный шланг. И также вы можете отрегулировать интенсивность распыления. Это очень удобно. Деткам, к примеру, можно сделать маленький напор, а взрослым можно увеличить. Также в комплекте идет насадка в виде мундштука и две маски разных размеров. Кстати, обратите внимание, что именно у ингалятора BeWell высокая респирабельная фракция. Сейчас объясню. Это количество лекарства, которое эффективно достигает дыхательной пути и лечит. Как мне объяснил врач, чем выше показатели у аппарата, тем эффективнее лечение. У этого прибора 70% и это очень хорошо. Ребят, мне, конечно, очень не хочется, чтобы вы болели. Но реально очень советую вам обратить внимание на такой аппарат. Действительно для всей вашей семьи. Для вас, для ваших детей, для ваших родных. Особенно для людей пожилого возраста или же детей, у кого низкий объем дыхания. Здесь, как вы видите, все можно построить под любого человека. И объем маски, маленькая, большая. Все это очень легко дезинфицировать после каждого человека, чтобы вы не менялись с микробами. Такой ингалятор занимает в вашей квартире, ну, очень мало места, как вы поняли. Можно поместить его в такой мешочек. Даже брать с собой на дачу, к примеру. Я вам обязательно оставлю ссылочку в описании под этим видео на мой ингалятор BeWell. Заходите, проверяйте. И, кстати, это очень хороший подарок для ваших родных к новогодним праздникам. Они вам будут точно благодарны. Ну что, я сейчас собираюсь в тренажерный зал. У меня по плану тренировка на ноги. И вообще, я сейчас тренируюсь практически через день. Редко бывает, когда два дня отдыха у меня. Я очень хочу уже давно снять вам свою программу. Именно, как я тренируюсь в тренажерном зале. Но, честно, когда приходишь в наш зал, он вообще очень такой маленький, компактный. Очень тесно бывает. И я думаю, что я как-то Диму с собой возьму. Он меня поснимает. Возможно, утром выходного дня, чтобы никого не смущать. Но даже сейчас я вам сниму свою тренировку. И вы увидите, что это очень некомфортно как-то снимать. В общем, да, проблемно немножко снимать в зале. Но я постараюсь в ближайшее время снять вам свою программу. Каждую свою тренировку на низ тела я начинаю с разогрева с лентой. Я выполняю три подхода. По 20-25 повторений, разные прыжки и махи. Для того, чтобы разогреть и прочувствовать ягодицы перед упражнениями. Итак, первое упражнение у меня будет жим ногами. Я начинаю с соточки. 12 повторений. И потом накидываю вес. В итоге получается три подхода. По 12-8 повторений. Я стараюсь сейчас прогрессировать со своими весами. Поэтому стараюсь следить за техникой. И в то же время добавлять дополнительный вес. Также в последних подходах я использую ленту. Для следующего упражнения. Это будут выпады. Я надеваю свой корсет специально для того, чтобы зафиксировать свою спину. Так как, вы знаете, у меня она иногда побаливает. И, конечно, такой пояс меня очень спасает. Я беру две гантели. По 4 килограмма. В итоге получается 8. И, кстати, лайфхак для вас. Как можно положить ногу, чтобы она у вас сзади не напрягалась. Просто кладите ее на тренажер разгибания ног. Я выполняю три подхода по 12 повторений. Добиваю такими пульсациями уже без веса. И также добавляю эластичную ленту. И еще в конце я делаю разводку, чтобы в очередной раз прочувствовать ягодицы. Кстати, я уже долгое время надеваю только кеды на тренировку ног. Следующее упражнение у меня будет ягодичный мостик. Вообще, я его обожаю. Я стартую с 40 килограмм. Без учета грифа, конечно же. И обратите внимание на технику. Во-первых, я придерживаю одной рукой свою голову, чтобы расслабить шею. И подаю таз наверх. То есть, он у меня как будто бы тянется на ниточки. Последний подход. 8 повторений я делаю с 60 килограммами. И никогда не забывайте снимать вес, убирать после себя тренажеры. В завершении я выполняю разведение на боку. По 15 повторений. 3 подхода. И на добивочку у меня упражнение с лентами. В течение 2 минут я выполняю подъемы. Мостик. И разведение ног в стороны. По 5 повторений. Это прям огонь. Вот серьезно. Вообще, моя цель немного увеличить бедра. Потому что у меня довольно худые ноги. И если смотреть по пропорциям, у меня шире, гораздо шире спина и плечи, чем низ тела. Конечно же, работаю над увеличением ягодичных мышц. Вроде бы все движется в верном направлении. Главное, работать. Ну что, я закончила сегодняшнюю тренировку. Даже успела сегодня снять коротенькие видео для инстаграм. С ошибками техники и как ее исправить. Кстати, переходите на мою страничку. Там очень много чего интересного, полезного. И там я бываю в таком режиме онлайн. И если какие-то новости случаются, то в первую очередь я говорю именно там, в инстаграме. Так что не забудьте подписаться. И пойду я, наверное, сейчас сначала на почту. Заберу посылку. А потом домой. У меня сегодня какой-то день изысков. В общем, хочу сейчас делать перекус. Что-то я, наверное, много взяла. Не знаю. Хотя нормально. Нормально. В общем, здесь у меня будут 4 хлебца. На которые я хочу, на 2 штучки хочу намазать мягкий сыр. А мяско положить, может быть, немножко зелени. То есть, 2 из них будут соленые. А 2 из них сладкие вместе с арахисовой пастой. И здесь у меня еще остатки ягодок. В общем, сделаю себе такой перекус. И пойду за компьютер работать. Давайте-ка с вами сейчас приготовим обед и ужин одновременно. То есть, он у меня будет практически одинаковый. Я как-то думала сначала делать стейк. Что-то там готовить. Какой-то один гарнир на обед, другой гарнир на ужин. В общем, я возьму вот этот рис, который купила недавно на днях. Хочу его сделать. И также хочу сделать вот такой вот стейк с семки. Лосося. Я, если честно, не разбираюсь в этих породах. На гриле. И половинку сейчас на обед съем, а вторую половину на ужин. Сегодня у меня вообще как-то все не по плану идет. Я не считала калорийность своего завтрака. Перекус у меня тоже такой был. В общем, иногда у меня бывают такие дни, когда я просто хочу отдохнуть. Не считать. Но я уже высекаю так немножечко, что по жирам у меня нормально так идет. Переборчик может быть небольшой. Поэтому хочу догонять углеводики свои. С белками у меня наверняка все в порядке. То есть, бывают дни, когда я не считаю калорий, но на глаз примерно стараюсь все это контролировать. Опять же, на глаз это все очень сложно иногда делать. Особенно, если ты вообще не в понятии, как это все считать. Как вообще воспринимать какие-то продукты. Что из этого белки, жиры, углеводы. Ну, в общем, сегодня вот так вот будет немножко сумбурно. Но все же я стараюсь более-менее следить за качеством питания. На этот раз рис нужно будет варить 20-30 минут. Поэтому я заранее его сейчас поставлю вариться. И чуть попозже запеку рыбку свою. Вот такой у меня обед получился. Рис, слушайте, он прям такой идеальный вышел. И вот у меня порция еще на ужин. Я рис пока не распаковывала, уже потом разогрею. Рыбка мне немножко поломалась, поэтому смотрите на эту порцию. Она симпатичнее получилась. На ужин у меня будет остатки риса, рыбки, немного имбиря и здесь также немножко зелени. Бу, страшно. Теперь я еще и каю. Как не снять концовку этого влога. В общем, ребят, спасибо большое вам за просмотр. Мы с вами встретимся завтра в следующем влоге. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok